Всем привет, с вами Энри Чент, и это новый выпуск Один за всех, новая порция трешничка, поэтому, как всегда, буду благодарен за ваш лайк, вам не сложно, мне будет очень приятно, а у нас сегодня очень трешовый выпуск. Так что усаживайтесь, улаживайтесь поудобнее, мы начинаем. Добрый вечер, в эфире проект Один за всех, меня зовут Дмитрий Карпачев. У нас только правдивые истории, которые никого не оставят равнодушными. Ну давайте. Это 15-летняя Алена, она хорошо учится и любит выступать на школьных праздниках. Но в жизни этой девочки есть и обратная сторона, которая открылась только две недели назад. Он мне показал, чтобы я нагнулась, я нагнулась, он у меня спросил, девочка я или нет. Я ему сказала, что я девочка, он мне не поверил. Завалил на диван и все случилось. Имя насильника потрясло всю семью Алены. Им оказался ее отчим, 34-летний Вячеслав Суханов. Жесть. Который, по словам Алены, вот уже несколько лет испытывает к ней совсем не отцовские чувства. Я пришел в эту семью, Алене было еще 5 лет. Мы 10 лет живем, никаких ссор, ничего не было. Я Алену еще никогда не обижал, все было нормально. Но рассказав правду, Алена фактически стала сиротой. Ведь ее родная мама встала на сторону отчима. Какой раз уже это мы смотрим, когда вот это вот недомамы... Сегодня, впервые после огласки этой истории, падчерица и отчим встретятся в нашей студии. А мы попытаемся понять, что же на самом деле происходило в этой семье последние несколько месяцев, куда все это время смотрела мать Алены. И если это действительно было насилие, то почему девочка решилась рассказать об этом только спустя несколько месяцев? Может, боялась, не знаю, сомневалась. Разобраться в этой истории нам помогут наши эксперты. Врач-акушер-гинеколог, сексопатолог Виталий Римаренко. Актриса театра и кино Ирма Витовская. Народный артист Украины Владимир Горянский. Народная артистка Украины, мама-бабушка Нина Матвиенко. АПЛОДИСМЕНТЫ Правозащитник Эдуард Багиров. И психолог Наталья Холоденко. Первое о том, что в своем собственном доме Алена терпит насилие, узнала ее тетя Вита Хлыстунова. Сегодня она у нас в студии. Здравствуйте. АПЛОДИСМЕНТЫ Девочка теперь рассказала. Как вы узнали об этом? Я приехала в гости к своей свекрови погостить с детками своими. И наткнулась на ситуацию, что Наташа находится у моей свекрови какое-то время. Наташа это? Это мама Алены. Наташа поругалась со своим сожителем. Это отчим. Он ее выгнал из дома со всеми детками. Сколько у них детей? Шестеро. То есть он выгнал мать с шестерыми детьми из дому? Ну да. Мы разговаривали с Наташей. Я ее пыталась поддержать, потому что это семейная ссора. На следующий день уже как бы она пришла и говорит, вот звонит и просит вернуться назад. Что делать? И мы начали. Я говорю, ну что делать? Тебя с детками не имеет права выгонять. Вроде бы как бы да-да-да, она собирается идти и на эту тему с ним разговаривать. И Алена не хочет идти. И она не хочет идти. И я начинаю разговаривать с Аленой. То, что девочка, ты вырастешь, ты там пойдешь учиться, оставишь маму одну. Ей-то надо с кем-то быть. Она же сама... Ребенок меня слушает и вот сквозь меня смотрит. Просто сквозь меня. И она плачет, говорит, я не пойду туда. Не пойду, не хочу, я не буду. И все. То есть Алена была категорически против того, чтобы вернуться туда вместе с мамой? Она не хотела. Но я буду где угодно, у бабушки. Я, говорит, тебя не прощу. Если ты вернешься, никто не знал, в чем по сути дела. И она заходит на кухню, и я поворачиваюсь, и у нее звучит фраза, вы еще много чего не знаете. Я поворачиваюсь, и я поняла, в чем дело. Я говорю, он к тебе приставал? А как вы поняли? Потому что она... Ну, фраза, много чего не знаешь, не говорит ребенок просто так. Ну, много чего не знаешь, это... Ну, в пять лет, когда ребенок скажет, задумаешься. А в пятнадцать лет тем более надо задуматься, почему такая фраза прозвучала. И я ей начинаю объяснять, Ирю, Алена, и я смотрю, у нее глазки так, тык-тык-тык-тык-тык в разные стороны, и мурашки по коже. И я сразу спросила, Ирю, к тебе приставал он? Что ответила Алена? Она просто кивнула головой, да, да, приставал. И я не думала, что там, насколько все серьезно. А потом, когда она расплакалась уже, и я с ней села, говорю, Алена, расскажи мне, пожалуйста. И когда она уже сказала, что там было не только приставал, а что он с ней спал, ну, и вот так вот, получается, я узнала. И Наташа побежала к нему сразу разбираться. Какова ваша реакция на это была? Я была в шоке, я, честно, я хотела побежать к нему сразу разбираться. Ну, ему повезло, на тот момент он просто был, наверное, вне дома, вот так вот. И все, я начала успокаивать ребенка, потому что у нее началась истерика, просто началась истерика. И я не знала, ну, как ее успокоить, чем, ну, я с первого раза в такой ситуации столкнулась, я не знала, как себя вести. Я просто, ну, как, я ее просто начала обнимать, успокаивать, Аленочка, мы как, мы, мы, мы не оставим это дело. Было просто так, вот так вот было, вот сказано. Вы кому-то сообщили об этом? Вечером приехал мой муж, я ему, ну, как вечер, он поздно с работы ехал, часов 12 ночи, и я ему на утро сказала, мы сразу вызвали милицию, и всех, кого можно было, мы вызывали, вот так вот. А когда об этом узнала мама Алены? Она не поверила. В этот же момент она побежала сразу с ним разбираться. Кто-то еще знал об этом? Кроме вас, мама. И так разобралась, что, в общем-то, с ним и осталось, его защищают. Ну, вроде логично. Алены и вашего мужа? Моя свекровь, она пришла с работы, как раз она сидела на кухне. Бабушка Алены. Да, да, бабушка Алены. Просто так получилось, что мне пришлось успокаивать и Алену, и мою свекровь, потому что, ну, она была в полуоборочном состоянии. Давайте послушаем, что говорит Вера Ивановна. Я, когда это слышала, у меня земля провалилась из-под них. Я просто не могла ничего не сказать. Ни да, ни не. Я думала, что это мне кто-то снится, что он у меня такой, что это не за мою дитину, это каже. Ну, кто-то вообще догадывался, подозревал, что подобное может произойти? Абсолютно. И даже никто даже не подумать не мог. А вот она его называла папой или по имени? Папой. Сразу, сразу. Они начали жить вместе, она сразу начала его называть папой. Ей тогда было пять лет, да? Пять лет, да. Он на руках ее носил. Мы приезжали очень часто к моей свекрови отдыхать. У них там очень хорошая природа. Мы с детками приезжали, и мы, ну, там перенесли, я не знаю, грязь. Он ее там на ручках и спать положить, и постелить. Вообще никто даже не предполагал. Ну, то есть, да, понятно, ребенок подрос. Она помогала по хозяйству и Наташе. И, ну, вообще просто как бы умничка в этом плане она. А что сама Алена об этом говорила? Что это было? По обоюдному согласию это было насилие. Он ее заставил. Он ее заставил? Он ее заставил. Он ее, ну, как вам сказать. В последнее время, когда мы приезжали, это уже выглядело так. Алена принеси, Алена подай. То есть, с его стороны. Это, ну, неадекватное поведение человека, как к ребенку. Вот я бы сказала это так. Как рядом, ну, со слугой, что ли, вот так вот. И она его боялась. Видно было, что она его боится. Но в детстве он относился к ней хорошо. Вот когда произошла эта перемена? Я не могу так сказать. Мы не так часто туда приезжали. Алена на все обиды, которые там происходили, она никогда их не показывала. Вот насколько в ее, вот я помню, 11-12 лет. Вот у нее какие-то проблемы. Она не приходит, это не рассказала. Вот она как-то держала. И я так думаю, может, из-за этого вот поздно обратили внимание на то, что Славик может как-то там неадекватно к ней себя ведет. А что вы можете сказать о отчиме Алене, о Славе? Какой он человек? Лентяй. Безработный, пьяница, лентяй. Вот так вот я могу его охарактеризовать. Может прийти и сказать, что вот я бедный и несчастный, у меня сколько детей. Я говорю, ну в таком случае у тебя сколько детей? Надо работать на шесть детей, на шестерых работах для того, чтобы обеспечить этих детей. На каком этапе сейчас находятся следствия? Они берут показания, опрашивают свидетелей. А еще пока так? Насколько я знаю. Приезжали, и я ездила, давала показания. Все те, кто на данный момент был присутствующий. У нас есть комментарии следователя, давайте посмотрим. Что мы еще разбираемся, да? Данный факт был зарегистрирован и открыто уголовное производство по части 1 статьи 155 Уголовного кодекса Украины. Это вступление в половые отношения с лицом, не достигшим половой зрелости. По данному преступлению предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 5 лет. А почему не предъявляется обвинение в изнасиловании? Ну, для того, чтобы следственные органы предъявили обвинение, у них должно быть доказательство, свидетели, которые подтверждают заявление потерпевшего для вынесения приговора. А поскольку это было давно... Нет, вопрос не в давности. Определить точно, было насилие или нет, сложно. С моей точки зрения, тут было однозначно моральное, психологическое давление, скажем так, психологическое насилие, переходящее в сексуальное насилие, так? На практике сколько может получить такой человек? Если доказанная будет вина конкретно обвиняемого, то он в среднем 3-4 года получил бы. Как сейчас себя чувствует Алена? Я думаю, сейчас она себя чувствует гораздо лучше. Где она сейчас живет? У нас. У вас? У нас, да. Сколько у вас детей? Двое. Двое. Теперь пока трое. Теперь трое. Ну, почему пока? Может и остаться трое. Я не против. Алена девочка хорошая. Чтобы рассказать такую сокровенную историю на всю страну, нужна немалая смелость. И у Алены она есть. Сегодня она решилась приехать к нам в студию. Алена Примак, встречайте. Здравствуй, Алена. Здрасте. Прошу присаживаться. Здравствуйте. Скажи, Алена, как ты себя чувствуешь сейчас? Сейчас? На данный момент нормально. Ты не хочешь возвращаться домой? Нет, я не хочу. Я не хочу туда возвращаться. Я после того, что случилось, я не хочу. Скажи, как часто это происходило? Это началось 16 февраля. И где-то в мае это закончилось. Ну, до того времени, когда я рассказала, это все закончилось. Три месяца. То есть это все происходило с февраля по май? Да. А почему ты так долго молчала? Боялась, ничего не говорила. Боялась чего? Его. Он тебе угрожал? Он как угрожал? Ну, можно даже и так сказать, но... Просто я его боялась. Тихо. Он говорил, что что-то сделает с тобой, либо твоими близкими, если ты расскажешь об этом? Нет. Я, когда он это сказал, я у него спросила, а вдруг мама узнает? Он сказал, она не узнает, ты ей все равно ничего не расскажешь. А как все началось? Началось с того, что вообще это после его день рождения, 15 февраля у него было день рождения, он отмечал с друзьями, но отмечал не у нас дома, а у сестры своей. И потом на следующий день был его друг Саша, и еще один Саша тоже с нашего села. 16 февраля нам отрезали свет из-за того, что не платили. Мама собралась и ушла к бабушке. Они начали с друзьями просто спорить, каким размером у меня грудь. Он начал, я подошла, но он просто смотрел, а потом начал, можно сказать, лапал. Я потом села. Это пока друзья сидели рядом? Да, это при друзьях было. Но самое страшное, что меня пугает в этой ситуации, если бы они приняли еще бы понемножку, они бы все вместе начали это проверять. Вот в чем трагедия, понимаете? Что это нормально, когда про подростка, про девочку, в ее присутствии могут обсуждать размер ее груди взрослые мужики. И не один, а несколько. Вы понимаете, о чем это говорит? И один из них ее отец, она называет отцом, да? Ну да. Хорошо. Потом один друг, он пошел домой отдыхать. А другой остался, он зашел в дом, лег на мою кровать, а отчим пошел к себе на диван и лежал там. А перед тем, как уйти к бабушке, мама мне сказала, соберешь школьные книги и школьные вещи, и потом придешь. Я пошла собирать, зашла в комнату, там, где у нас книги, вещи. Я начала собирать и позвал меня отчим. Я подошла, он у меня спросил, ты хочешь гулять? Ну, я, конечно, да, хочу. Он, ну, если будешь со мной спать, тогда ходи, куда хочешь. Прямо так и сказал? Да. Я сначала отнековалась, говорила нет. Зашла в комнату и начала собирать опять, ну, остальные вещи. Он меня позвал. Я подошла. Он схватил меня за руку. Я встала на колени перед ним. Он начал лезть ко мне, целоваться, лапать за грудь. И сказал, иди в баню. У нас баня на улице есть. И он сказал, иди туда. Ну, я пошла. И он пришел, хотел меня там. Но у него не получилось. Не знаю, почему, но у него там не получилось. Он пошел в дом, а перед тем, как зайти в дом, он мне сказал, ты придумай, что сказать, где ты была, чтобы не подумали, что мы вместе были. Ну, я придумала, что была у прабабушки. Прабабушка, она живет напротив, она уже старенькая. Вечером, перед тем, как я иду гулять, отчим попросила, чтобы ему принесли горячей воды, чая и сахаря. И как мы шли домой, я сказала маме, чтобы шла она, я с малыми посижу, чтобы шла она. Но она не согласилась и пришлось мне идти. И в тот вечер, перед тем, как идти гулять, он на своем диване меня повалил и... И случилось это. Это было изнасилование. Он меня заставлял, я не хотела. Потом пришлось, я как пришлось. Я боялась то, что он меня изнасилует. Я этого боялась больше всего. А что произошло после этого? Ты пошла гулять? После этого я, вроде бы как, ничего не было, оделась. Сделала вид, что ничего не было. Я про это, как сказать, типа не думала. И пошла гулять подружке. Тебе было стыдно за все? Страшно? И стыдно, и страшно. Даже то, что ты можешь об этом рассказывать. Вот я один момент усекла, когда ты сказала, он сказал, иди в баню. И ты понимала, зачем ты в эту баню идешь. Не париться. Да, я уже понимаю. Но ты пошла. Почему? Потому что это поведение жертвы. Она не может сопротивляться. Когда ей дают указания, она как загипнотизированная туда идет. То есть я хочу подчеркнуть, чтобы никто это не оценивал. Что да, она сама хотела. Да, она там в глубине души мечтала. Это просто мышление жертвы. Человека, который как кролик перед удавом. Он не в состоянии сопротивляться. Я в тот день, я пошла в дом прилечь спать. И перед тем, как лечь спать, я выпила жменью таблеток. Как все обошлось? Ну ничего, я легла спать. У меня... Я падала жар, мне было жарко. Но ничего не произошло. Никто ничего не знал. Я в то время, как сказать, и ненавидела себя за то, что согласилась. И ненавидела его, то, что он меня воспитывал 10 лет. Я его назвала папой. И то, что так получилось, я после этого даже, как сказать, и знать его не хочу. Вот то, что случилось с отчимом, как ты можешь назвать? Добровольно или заставил? Заставил. А сколько раз повторялось все это неприятное отношение с ним? Это повторялось 6-7 раз. Скажи, а вот почему ты не сопротивлялась, не кричала, не отбивалась? Почему ты не пыталась убежать, когда отчим это делал? Боялась. Все же это 3 месяца происходило? Да, я его отталкивала. 3 месяца. У некоторых это бывает, там, ядрить годами все длится. Ну это тоже 3 месяца до хрена. Бывает, слышишь истории, когда годами. Она говорила нет, но все равно это ему не мешало. Надо понимать в том-то и преступность совращения малолетних, что даже если бы она говорила да, в том-то его ответственность, как взрослого человека, оценить эту ситуацию, понимаете? И поступить как взрослый человек, со всей ответственностью. И я хочу вам сказать, даже если бы Алена его специально соблазняла в этом его, как взрослого мужчины, ответственность, остановить этот процесс. Поэтому здесь однозначно даже не может быть речи о том, кто прав, кто виноват. И я хочу сказать еще в подтверждение того, что если кто-то допускает версию, что между ними действительно была какая-то симпатия, там, и любовь, и тому подобное, она бы не жаловалась на него, она бы его защищала все равно в этой ситуации и продолжала бы скрывать, и стремилась бы к тому, чтобы продолжить с ним жить. Поэтому это не история Лолиты. Абсолютно точно нет. Последний раз мама моя поехала в Синельниково. Я осталась с детьми дома. Не пошла в школу, я сидела с малыми дома. И он начал ко мне лезть. Я его отталкивала, потому что, во-первых, я убирала в доме, и мне это уже было неприятно. Не хотела ничего, чтобы он ко мне лез. Он пошел выпил, закрыл двери в дом, и начал ко мне лезть. Повалил на диван. Скажи, а он как-то предохранялся? Нет. Сколько раз было, он не предохранялся. Ну, а если бы ты забеременела? Понимаете, Дмитрий, он же себя считал там местным императором. Вседозволенность, безнаказанность, самоуверенность. Наверное, бы сказал, что нагуляла. Сказали бы, что... Понимаешь, тут на все вопросы есть ответы. И в этом трагедия этой истории. Потому что, если бы она забеременела, он бы сказал, нагуляла. Если бы она пришла, сказала маме, он бы надавил на маму, мама простила бы его. И сказала, да, ты врешь, доченька. То есть не было вообще у этой девочки, у Алены, не было вообще никаких шансов как-то себя защитить внутри этой семьи, внутри того социума, в котором она находилась. Вот это ужасно. Сколько у тебя еще сестричек? У меня еще две сестры и три брата. Скажи, Ален, вот это длилось несколько месяцев. Как тебе удавалось это скрывать? Или кто-то заподозрил что-то неладное? Нет, никто не знал. Ничего никто не знал. Я понимаю, об этом там не знала твоя мама, которая была занята еще и другими детьми. Да, мама могла и не поверить. Бачите, чему она боялась сказать ей? Никто вообще не знал этого. Олена из многодетной родины. В этой родине виховывается, кроме Олены, еще пять детей. Поэтому эта родина, конечно, у нас под особой уважностью. Который руководитель регулярно ведет эту семью. Девчонка ведала себя, как обычно. И это говорит о том, что для ребенка уже унижение, подавление стало нормой. Просто сопротивляться вообще не было никаких примеров в жизни, как это сопротивляться. Как это сказать нет? Просто не было кого старшего прийти, попросить помощи, совета, поддержки. Одна, ребенок. Ну, на мой взгляд, об ужасных вещах здесь говоришь. То, что произошло, это точно ненормально. Но ты об этом как-то вот, ну, очень спокойно рассказываешь. Она в этом варилась всю свою жизнь. Это еще ж мамаша придет, будет оправдывать мужика. 35-летний отчим Алёна говорит, что изнасилования не было, а то, что было, это... По обоюдному согласию, да? По любви. Блядь. То есть он, ну, он не отрицает. Звездец просто. А чего он не сидит? Если даже теперь он не отрицает. Вячеслав Суханов. Встречайте. Ну, чего он не сидит тогда, если он это подтверждает? Алёна, зачем ты все рассказываешь, брехню? Ну, голова. Что ты меня отталкивала, что этот самый... Что у нас все было обоюдно. Зачем ты все это врешь? Я не брешу. Не брешешь? Нет. Все было обоюдно. Взрослого мужика. Нет. Ну, как сказать, ты не брешешь? Вот так же я не брешу. Брешешь ты все. Какое обоюдно. Вы знаете, что несовершеннолетний ребенок, какое обоюдно. Ну, да, ну, так получилось. О чем вы говорите? Так получилось. Вы законы вообще знаете? Так получилось. Смотрите, Вячеслав, о том, как получилось и о том, было ли это по обоюдному согласию, вы будете рассказывать коллегам по камере. Я думаю, там понимаете, да, характер разговора? Потому что вот я полностью согласен с тем, о чем ранее говорила Наталья. Даже если она в вас влюбилась, бегала за вами, на коленях ползывала и упрашивала, вы, как взрослый человек, должны были сказать свое твердое мужское нет. Ну, так если она ходит, дефилирует в трусах по комнате, я замечание даю, потом иду к супру, я говорю, что это такое. Она встает, потом идет одеваться. Чтобы она понимала, что так надо сделала. Как не надо делать? Согласен. Ну, ходила, не дефилировала, не соблазняла на этот самый. А вы? Ну, и хорошо. Ходила, дефилировала в белье, да? Соблазняла. Ну, да. Сколько лет ей тогда было? Ну, что, 15. Извините, но как я могу быть виноватой, если я, как он сказал, я дефилирую по дому? Да, я могу, да, я могу пробежаться в трусах, в лифчику, да, это я могу. Но подождите, сделайте тогда мне мою личную комнату, чтобы я не ходила в лифчику и в трусах по дому. Так я в зале лежал, телевизор, ты пришла уже до меня в трусах, села в кресло. Ты пришла от комнаты и пришла села в зале. Так она же дочка ваша. Тогда мне... Так можно было сразу одеться и выйти нормально систи. На чнюшку купите или другие, какие-то вещи. Можете купить на чнюшку? У меня есть такие вещи? Нет. Дивите, она вам доверяет, как батьку, а вы ее утруждаете, что ты же не так ходишь. Купите ее халатой, купите ее сорочечку. Я не рассказываю, что она не мает себе на все радио. У меня нет вещей тех, в которых я могу спать. Она же ходила, как доверяла вам, а не просто соблазняла. Она же дочка ваша. Так непонятно, но как получилось, что... Ну так что это за слова соблазняла? Я даже не могу представить, что это должно произойти в голове, чтобы посмотреть на детей, которых ты воспитываешь достаточно раннего возраста, посмотреть на них, как на сексуальный объект. Это говорит о том, что у вас никогда не было этой грани моральной, понимаете? И что уже там в каком-то возрасте, как только она стала формироваться, уже этот взгляд косой, он появился. Я вам скажу так. Незнание закона вас освобождает от ответственности? Нет. Нет. Вы знаете, что несовершеннолетние нельзя совершать какие-либо половые действия? Это угловно наказуемо. Знаете? Да. Вы знаете, что за это лишают свободы в среднем 3-4 года? Знаете, что если вас лишают свободы, вы будете в тюрьме? Знаете, где вы будете? И знал, что она будет мовчать. Это я не знал. Я ее тянул в кровать или как-то обижал, что я ее насиловал, что я не знаю. Ну расскажите, как это было на вас. В первый раз? В белье? Она была одета. Ну я ее взял за груди. Говорю, а ты хочешь на дискотеку гулять ходить? Она говорит, да. Ну говорю, раздевайся, лягай. Она начала раздеваться и лягла. Жесть. И? И в чем ты подла оправдываешься? А вот идея обменять секс на дискотеку, она когда возникла? Это была заготовка? Вы заранее об этом? Нет, просто так сразу в голову. И вот она разделась и легла, и что? Начался секс. А потом? Мы там оделись и разошлись. Наверное, я не знаю, сколько это было, что она уходила на дискотеку. Смотрите, потом вы протрезвели, да? Вы же помнили о том? Слушайте, протрезвели. Ну судя по всему, он все прекрасно помнил. Он не был таким пьяным, что просто в пьяном угаре валялся на полу. Он же это все рассказывает. Он это все помнит. Поэтому это вот дебильное оправдание. Я был пьяным, поэтому типа давайте это спишем. Но это так не работает. Он все помнит прекрасно. Что произошло? Какие мысли у вас были в голове? Что вы думали об этом? Был пьяный. Такое оправдание дебильное. Ничего не думал. А второй раз как было? Так же самое. Вы опять выпили, опять позвали ее с кружкой воды? На дискотеку, да. Да? Ну не, с кружкой воды там по-другому все было. Ну подошел, она там что-то в хате убирала. Она перешел, взял за груды, начали целоваться. Я говорю, раздевайся, и она начала раздеваться. Угу. А где были остальные пять детей и ваша жена? На улице? Ну да. А если бы они вошли? А дверь закрывали? Я смотрел, что их нет, они где-то далеко были. Дима, он очень моральный человек. Он смотрел, чтобы дети не вошли. Ну, вы знаете, я хочу сказать, вот ужас, ужас этой ситуации состоит в том, что когда вы это рассказывали... Так он же же даже этого не отрицает. С хрена ли он тут сидит, я понять не могу. Может, после этого посадят? Он же даже, типа, он не отрицает. Давайте, я искренне вижу, что вы искренне верите в то, что это было все нормально и обоюдно. Я тянул кровать, сказал, давай быстрее раздевайся, что я все раздевал ей. Я ее не раздевал ни разу. А силой принуждали? Нет, какие силы? Закрывали дверь в комнату, закрывались. Ну да, но один раз там было, что дверь закрыл, пока она раздевалась, и вернулся. Хочешь раздеться? Нет. Снимай! Да ничего я раздеваться не буду. Снимай! Снимай одежду! Да снимай одежду, вставай, вставай, вставай. Да ничего раздеваться не буду. Да снимай, снимай! Чего? Ну что, что ты голову накнул, а? Эй, чепуха! Урод! Согласен. Вы морально урод. Совершив такое в отношении своей дочери, которая вырастила 10 лет, так сделать, угрожать, чтобы получать свое сексуальное удовлетворение, вот за это наказывают. А были мысли о том, что во время секса надо предохраняться? Не было. Почему? Сознательно, потому что все было и как-то... Ну так я же вот потому и говорю, что если это все было сознательно, осознанно... Все обоюдно, да. Обоюдно? Когда эти разы были, он был... Было, что я трезвый. Ну, то есть он был трошки неводикой. Да, было такое, что я трезвый. Мне не очень понятно про отсутствие презерватива. А если бы забеременела Алена? То что? Не забеременела. Вы бы как? Вы бы были бы и папой, и дедушкой? Одновременно. Одновременно. Я хочу понять, может быть, какие-то проблемы были у вас с женой в сексуальном плане? Может быть, у вас какие-то были желания, которые... То есть вообще как... Вот как вы себе объясняете? То есть еще раз теперь. Он во всем этом признался. То есть говорит, да, было. А жена что скажет? Он наш придет, она же его защищает. Дочь совратила. Почему вам захотелось? Какое правда не будет? Не с женщиной пойти там познакомиться, допустим, если вам не хватает секса, а с подростком? Не знаю, потому что дурак был, то и захотелось. А сейчас поумнение? А сейчас да. А как часто вы занимаетесь сексом с супругой? Может, два раза в неделю. И вам все равно было мало этого? А вы предохраняетесь? Нет. Почему? А зачем? Ну, потому почему. Ну, почему? Классный ответ. У вас же уже шесть детей. На сторону нет, туда не этот самый. Это стоят деньги, нити ощущения и тому подобное. Да я вообще, я как бы умею вовремя остановиться. Да, у меня пять детей еще, как бы, но я знаю, я контролирую. Тут на сторону, а не в нее. Ну как, Вячеслав, вы ведь опустились до уровня инстинкта, вы понимаете это? Вы уже, я не понимаю, что. Скажите, вот там, как бы, семья шесть детей. Это все ваши дети? Ну, двое они моих. Из шести? Да. А все ваши? Да. Сколько им лет сейчас? Самому старшему или старше? Шесть. Шесть лет. Вот скажите, вот если бы вашему родному ребенку в пятнадцать лет или в четырнадцать некий сосед или где-то кто-то поступил с вашим ребенком вот так, как вы поступили, ваши действия? Не знаю, сначала разобрался, как все было. Присоединился бы, да? Ну, вот так и было, как у вас. Ну, вот вашему ребенку четырнадцать лет, двенадцать, и его использовали. Ну, не знаю. Ну, что вы начинаете тут, Так судьба распорядилась. Что уж тут? как так можно говорить? Вот вашего сына изнасиловали бы, например, не дай бог. Вот вы бы как сказали, я бы разобрался. Здесь абсолютно точно алкогольное подавление в общем-то и совести, и всех реакций, и всего остального. То есть здесь пропито, очевидно, уже все. Сколько раз в неделю вы пьете? Да так, редко. Ну, бывает раз в неделю, раза два-три в неделю. Два-три раза в неделю? Ну да, не каждую неделю только. Ну хорошо, вы трезвели. Вот да, момент. Вы же понимали, что вчера произошел случай с вашей дочкой, которая трезвел, слово пил. Какие-то, есть же какие-то стыда, я не знаю. Были они вообще у вас какие-то ощущения, что больше всего не будет никогда? Ну конечно. Ну и что? Опять выбрал, опять забыл, о чем обещал? Да ну нет. Ну она же меня не отталкивала, ничего не делала, не бежала там, не кричала соседам, что вот так, так и так. Она все скрывала, это все было, все обоюдно, ей нравилось. Что она молчала? Ей нравилось? Так она же ваша, чекайте, Вячеслав. Она вам об этом говорила? Нет, ну а как это получается? Вячеслав, вы же не сплетые руки выховывали, она же вам как дочка была? Ну да. Вы вот говорили там своим друзьям, это моя дочь. Так все знают. Все знают. А сколько у вас еще дочерей? Еще две дочери у вас, да? Ну да, все, Алина и... Сколько Алине? Алине 11, по-моему. 11. А Алина не ваша родная дочь? Нет. Ну она, наверное, же тоже в белье ходит? Ну так пробежится, что там за вещами сами все. То есть пробегает уже? Ну конечно. Соблазняет? Нет. Откуда вы знаете? Ну откуда я знаю, не знаю. Откуда я знаю, не знаю? Бывает, я что-то не сделаю, там наругаю, а если подогулять беспросто, то можно наказать, там не бьет меня. Просто, как я там бываю, не сделаю, он бывает, ну накричит там, не что ты сделала, не правильно сделала, а так, чтобы быть, не ничего. где гарантии, что через два года Алина, ну мне кажется, на этом диване? С той же историей? Ну я знаю, что это не произойдет, если. Потому что ты будешь свидетельствовать. что сделала первый раз, ошибку такой, второй раз не будет. Вы семь раз это сделали, или шесть. Это не ошибка. Это привычка. И я уверен, если бы Алена об этом не рассказала, это бы длилось еще. И вы продолжали, да? Да. Изо дня в день? Она может, я не длилась. То есть гарантии нет? Потом еще буду воспитывать, а не так, как Алина с 13-ти года начала с мальчиками спать. А во сколько лет у тебя был первый сексуальный опыт? В 13 лет. В 13? Да. У меня был первый мальчик, ему было на данный момент 16 лет. И он был у меня первый, потому что, ну, как сказать, мы с ним встречались, общались. Алена, он знал, что у тебя уже был? Я не знаю, знал он или нет. Прежде чем мне это предложить, он у меня спросил, девочка, я или нет. Я ему сказала, что я девочка. Я два раза повторила, что я девочка. А на третий раз я ему уже призналась, что я не девочка. А если бы ты не призналась, как ты думаешь, он бы все-таки, извиниться, такое слово, полез бы или это его сдержало бы? Не знаю, может быть и полез, я не знаю. У вас не было мысли все-таки сказать, Алене, ты знаешь, наверное, это неправильно. Давай не будем это делать. Не было. А, ладно, простите. Не было. Даже мысли не было. Страничку разложила свою, что хочет встретиться с 30-летним мужиком, че как там. Что? Какая страничка? Вконтакте? Ну, она знает, какая там у нее. Да, у меня есть в интернете моя страничка вконтакте и в одноклассниках. Но, простите, такого нету на моей страничке. То, что хочу встретиться с 30-летним человеком. Фотография твоя. Допустим. А вы-то тут при чем? При чем? Я-то не при чем. А тут я под боком. Я вам хочу сказать, если бы вы работали где-нибудь в поле или занимались чем-то полезным в жизни, я уверена, что у вас сил бы не хватало и на жену, и еще и на падчерицу. А если сидеть дома квасить с утра до вечера, так эротичными покажутся и куры, которые бегают во дворе. Понимаете? Красиво. Скажи, Алена, скажи, а что для тебя в этой ситуации самое тяжелое? Вот в происходящем. Что мать, да? Когда мама моя узнала, она, правда, не раз повторяла мне, что она от меня не отказалась. Но когда дядя вызвал милицию, мы поехали в милицию туда, она сказала милиционерам при мне, что она писать заявление не будет. Начала просить у меня прощения, сказала, что попрекать меня этим не будет, забудет это все. Жесть. Классно, мамаша. сказала, пойдем домой. Тебя никто там трогать не будет. Мама Алены до сих пор живет под одной крышей с человеком, который насиловал ее дочь. Как она относится ко всему этому, давайте узнаем. Наталья Холостунова. Алена, чего ты сейчас обманываешь? Ну, чего ты сейчас обманываешь? Чего ты не кажешь правду? Чего ты не кажешь правду? Классная мамаша. слушаешь дядю и тетю? Нет. Нет? Нет. Я от тебе отказалась как дочки? Ну, скажи правду. Ты не отказалась, но ты все равно не на моей маме стороне. Как это на твоей, если ты даже не попыталась со мной побалакать, ты сразу уехала отсюда? Тебе мне даже не сказали, что ты едешь в Днепропетровск, тебя забрали, бегом. Так? Так. Тебе сразу накупляли всяких погрямушек, и ты тетяна, и дядяна, ты не мамина, ты за две недели не позвонила, ты позвонила по приказу брата моего, ты позвонила, и тогда ты меня спросила. Они вместе бухают, интересно. И что ты меня спросила? Ты спросила, что там каже батько? А потому что мне важно. В чем тебе важно? В чем тебе важно? Я сказала вообще то важно. Хрена, мамаша. Люди добрые. Я мать. Я мать из этих детей. Я не скажу, что я погана мать. У меня нет чему пикнуть. Нет в чем. Вот сидит мой человек, вот сидит моя донька. Они для меня одинаковые. А почему вы сели рядом с мужем, а не рядом с дочерью, которую насиловал взрослый мужик, с которой спал взрослый мужик? Потому что она говорит неправду. Потому что она была правдой. Расскажите. Пускай она скажет правду. Ну это просто какая-то катастрофа. есть я вообще честно. И поведение мамы, я считаю, это такое же преступление, как и поведение отчима. Вы знали о том, что вот ваш муж занимается сексом с вашей дочерью? Я не знала. Теперь вы об этом знаете? Да, сейчас я знаю. Как вы к этому относитесь? Я не могу высказать, что я сейчас ну в души я чувствую, это неправильно. Я знаю, что неправильно. В душе где-то чувствую. Я не знаю, в чем неправильно, ну знаете, что-то внутри мне кажется, что вроде бы неправильно. Не знаю, в чем, но мне так кажется. И в то время я понимаю, что она моя дочка и это мой человек. Я разрываюсь между ними двумя. ты, бля... ну она тоже должна понять и меня. Я дочка. Что она должна понять, как дочь? Дочь, такая же, вы знаете, я вот не понимаю, она в той день пришла додому. Она со мной попросила пробачения. Это из-за таких генофонд поднимается рождаемость. Только единственное качество, конечно, так себе, но в количестве они стараются. Я плакала перед нею. Я сказала, что никогда в жизни ни в чем я от тебе не откажусь. Ты моя дочка. Как ты будешь до кінца моей дочкою. Ну пойми и меня. У меня пяти детей остается. Сейчас все говорят, что алкоголик, пересеки. Все можно сказать, что угодно. Наталья, а вы не боитесь, что Алина будет сидеть через два года на этом диване? Почему так уверена? Я уверена. Почему так уверена? После того, что случилось, я уверена. Почему? Вы его кастрировали? Надо будет, и кастрировали. Откуда такая уверенность? В вашей семье взрослый мужик спал с 15-летней девочкой. Он сидит говорит, я уверен, больше такого не будет. Почему? Потому что выходит еще один взрослый здравомыслящий человек, и у него тот же аргумент. Потому что не будет этого. Почему? Знаете, почему не будет? Я не знаю, как объяснить. Наташа, а скажите мне, как вы понимаете, почему вообще такое произошло? Почему вы готовы простить ему измену? Потому что это измена? Почему вы готовы ему простить то, что он полез к вашему ребенку? Я не могу этого объяснить. Не могу. Ну, понимаете, это тоже алкогольное что вы говорили? Не, я не пью. Я вообще не пью. Так нельзя отвечать. Я могу сказать, я убила человека, почему не знаю, не могу объяснить. И вы выходите сейчас, сидит ваша дочь, как бы там не было, ей плохо, вы начинаете ее обвинять ради него. Для вас это не одно целое, это очевидно. Для вас важнее, чтобы остаться в отношениях с ним. Я конечно хотела, я хотела услышать дочь, дочь, если Коль, я такая плохая мама, тогда мы с тобой были в милиции, ты давала показания, я у тебя спросила, Ален, что мы будем делать? Я сказала, да, я его не хочу садить, да, я это сказала, но потом после того, что мне сказали, ты говорил, что я извините за выражение шалава, что я со всеми сплю и со всеми гуляю, да, я гуляю, у меня есть друзья, и много друзей, да, парней, но простите, что я со всеми тех, кого знаю, я с всеми спала? Нет. Ну, Ален, ты сейчас в том селе сейчас проход я тоже как мать и чую сейчас такие вещи про тебя что мне действительно такие вещи слухаю. Что и пол села притягало, пол села притягало, баба Зина сказала соседка. Мне тоже стыдно. Какие вещи вы слышите? Расскажите, какие вещи вы слышите? Я слушаю сейчас людей, что привозят хлопцы одни с Ленина, потом везут ее, забирают друг везут туда, везут ее в стройку. Наташа, если вы мать, и вы такое слышите, какая ваша реакция? Что мне надо сейчас сказать? Наташа, я могу сказать, что я бы хотела услышать от своей мамы в такой ситуации. Я бы точно хотела, чтобы моя мама меня поддержала. Рядом сидела. Рядом сидела. Со мной. И пыталась понять, почему так получилось. Вопрос не в действии, вопрос в вашем намерении. Понимаете, а вы... Поймите меня тоже, Алена. Поймите меня тоже. Николы в жизни не предам никакого, ты знаешь, что я с тобой это, как ты можешь так думать? Я же думаю, что ты можешь так... Не верю, ей слезам вообще ни капли. Ты моя, и ты моя, Светлана. Да это видимость, это все, знаете, пыль для глаз. Мама бедная, несчастная, плач и слово запускает. С этим по долгам живет и будет жить дальше. Поймите, я не могу разрываться. Мы на 4, мы на 5-е детей ищи колы. Вам плевать на дочку Алену, на остальных детей, лишь бы она был рядом. Нет, нет. Если бы мне было плевать... Так или не так? Нет, нет, нет. Я буду стоять до конца. Детей... Да стойте, где хотите. Вот это же все происходило в доме. Где были вы? Да видно, что мамаша тоже бухает. Когда у них это все произошло, у нас обрезали свет и я с младшими детьми... А в 2-й, а в 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, Я не видела, я не замечала никакого даже... И вот так не было никакого, чтобы я увидела, что что-то было не так. Вообще не знаю. Вообще, ну ни как, вообще не было. В чем-то было вообще? Наташа, я вам до сих пор в это не верится. Я вам больше этому хочу сказать. Вам кажется, что оно сейчас как дурной сон пройдет и вы будете жить так, как вы жили. Почему вы в первый вечер, ну, как узнали о том, что произошло, не захотели пойти в милицию и написать заявление? Ну, я так хочу, чтобы он... Я его люблю. Я люблю... Так это об этом только что и говорили. Он такой, нет, это не так, но я его люблю. Вот такая у меня жизнь, вот такая у меня любовь. Я детей своих люблю. Наталья, подождите. Шикарный ответ. Ваш муж нарушил закон растления малолетних. Есть закон, а поведение вашей дочери... Я помню, не малолетних, а несовершеннолетних. Там, да, по-моему, есть разница в этих формулировках. Ну, смысл... Женя, поведение родителей. И за ее поведение отвечаете вы, как родители. Вы понимаете это или нет? Я ее никогда не наказывала, чтобы я там ее убивала. Я ее всегда ведет, живет дочкой. Да ее надо обсуждать. Не, не, ну вы сейчас скажете, что я ей по-моему воспитала. И в нормальном обществе заберете вы заявление, заставите ее, или не заберете... Я не заставляла. ...никакого значения это уже. Хорошо, Наталья, вот смотрите, вы понимаете, что ваш муж сядет? Я понимаю, я понимаю. Ждать будете? Буду. Я люблю и детей, и его. Ну вы говорили же со своим мужем, вы же его спрашивали, почему тебе захотелось секса с другой, с кем-то другим, да еще и с ребенком? Он же вам что-то отвечал, это объяснял? Да, я спрашивала, я в тот день, когда Алена пошла к сестре спать, и я с ним разговаривала. И что он вам сказал тогда? Я спросила, Слав, ну как это, ну почему, ну зачем, я не понимаю, ну как это, ну что могло так произойти, что так это все случилось? Я не знаю, он мне сказал, я не знаю, я был выпивший. Наташа, ну смотрите, вот вы просто вдумайтесь сейчас в то, что я скажу, да, вдумайтесь внимательно. У вас есть еще дети, ответ у человека, я не знаю, говорит о чем? О том, что то, что он сделал, он не отдает себе отчет, что он сделал, не осознает. Да не наслать на детей даже. Он может это сделать, реально я вам говорю, со вторым ребенком, и тоже сказать, я не знаю, потом у мальчика захочется, он тоже скажет, я не знаю, и как жить? Вот объясните мне, как жить? И я вам скажу, и вы бы закрыли глаза на это. Понимаете, в чем беда? Прямо, да. Почему говорят, что вы не мать? Потому что, если вы закрываете глаза в первом случае, то какие основания, что вы не закроете? А он этим и пользуется, что вы всегда закрываете глаза, он этим пользуется. Они сами это ходят. Алена, виновата в том, что произошло? Лично мое мнение. Да. Да, виновата. Лично ваше мнение. Я бы текала. Если даже он был пьяный, и я бы этого не хотела, поверьте, меня бы никто не заставил лягти в постель. Никто. О, то есть... Наташа, ну вы покрепче женщина, как бы вас сложнее было бы заставить, чем Алену. И вы взрослая, и вы взрослая женщина, вы можете говорить четко свои желания. А ребенок, она еще ребенок. В том-то, вот вдумайтесь, почему статья «Зарастление малолетних»? Потому что до определенного возраста ребенок, он не может полноценно выражать свои желания и понимать их последствия. Например, она могла не задумываться про то, что она может от него забеременеть. И это уже факт. Понимаете? Я это понимаю. Я же не знаю. Так а скажите, ну, то есть, вы считаете, что она тоже в этом виновата? Конечно. Поскольку позволила ему с собой это делать? Да. Это мама... Ну, типа, закрутила... Да ты только что же это сказала. Ну, дурная, блин. Пропила уже. Ты же сказала, что да. Не могу это сказать. То есть по пьяни. Ну, он там выпил, она там вышла, ну, переспала. И так семь раз. И так семь раз. Ну, с кем не бывает. Ну, бывает. Ну, что делать? За три месяца. Почему я так говорю? Потому что он не каится. Он не говорит, я был дурак. Я не прав. Понимаете? Он не извиняется перед Аленой. А вы оба обвиняете Алену. И в этом предательство. В том, что вам плевать на ее чувства. Понимаете? Я думаю, что нужно поклониться родителям за то, что они эту надломленную гилочку, а вы уже пришли в студию и сказали, что и там, и там, и там, сказали, и там, и там. Да вы бы, как мать, позакрывали эти роти, чтобы никто даже не открывал. Потому что это... Закрывает. 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 А вы пришли в студию и про это нам всем говорите. Как же вы, мама, могли так сказать? Прости меня, как мать. Прости. Прости, прошу. Прости, как можешь. В душу, как хочешь, можешь меня обвинять. Ни капли не верю. Я не артистка. Але Оскара заслуживаю. Наталья, понимаете, прощение, прощение это не только внутреннее раскаяние. Это подтверждающие поступки. Вы сейчас просите у нее прощение, а сегодня поедете домой вместе с человеком, который я насилил. Конечно, это моя любовь. Это моя любовь. И как? Вот как простить? Непонятно. Если его посадить, я жить не буду. Наташа, так вы же любите детей. О, начинается. Подождите у детей. Пусть там сдохнет. Начинается. Вот и подтверждение моих слов. Ей наплевать на детей. Да? На все. Ей нужна личная жизнь. Вот этот урод, и все. Да? А не наплевательно на детей. Зачем она тут поговорить? А ты что сама сказала это? Наплевать. Я что их выкинула куда-то. И пришла. Он выгонял вас с детьми на улицу. Выгонял? Выгонял. Не раз выгонял. Ну и что? Нормальная мысль. У каждого такое. Что, вас не выгонял муж на улицу? Да у каждого так. У каждого. А если говорите нет, то вы врете. Вы актеры, актрисы. Всех выгоняют и бьют. Все бухают. Все спят со своими отцами. Это вы просто не хотите признаваться об этом всем. Всех выгоняют. Не надо рассказывать. Сейчас можно говорить, что у вас. Ладно, все. Без толку. Боже, яка мать. А что мне ты посоветовала тем девочкам, которые, возможно, сейчас находятся в той ситуации, в которой ты была с февраля по мае? Не молчайте, наверное. Не молчайте, говорите сразу. Мы сидели, слушали, сколько дочка ваша говорила. Вона вас любит. Вона вас не покинула. Вона вошла из этого притону семейного. Вона вошла из него, понимаете? Но она вас не покинула. Она вас любит. Ну, пожалуйста, верните лицем до доли своей дитины. Это все отойдет когда-то, поверьте мне. А вот это вас доглянет дочка, не он. А дочка повернется до вас. Дети повернутся до вас. А это зелье, это гниль никогда не изменится. Мы говорим о таких вещах, о которых даже говорить не нужно. Потому что какие бы там отношения не были, я не знаю, в семье, не в семье, нарушен закон. С кем разговаривать? С уголовником? С антисоциальным типом? Поэтому я ощущаю себя идиотом. Полным идиотом. Потому что в действие должен вступить закон, суд, милиция. Я не прав? Точку в этом вопросе поставит суд. Очень надеюсь, что все будет по закону. Если у вас есть история, о которой должны знать все... Ну и все. Не знаю, куда есть информация. Посадили его? Или нет? Мамаша? Ну, наверное, тоже с ним жила. А если посадили, то ждет. Ой, боже. Это мамаши, конечно. Не до мамаши. Что скажете? С радостью прочитаю ваши комментарии, ваши мысли. Ну и встретимся в новых выпусках один за всех. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok